Всем привет! С вами канал Жизнь Лачи. Давно у меня видео не начиналось с прогулки с Джо, потому что был в отпуске Сашка и гулял с утра он, а вечером гуляет у нас всегда Вадик. Ну, за исключением редким. Сейчас он просто два раза в неделю учится допоздна, и получается, что приезжает в 9 часов вечера. Ну и вот в эти дни надо гулять мне или Сашке. Матвей пока боимся отпускать гулять, он все-таки может не удержать, тут большие собаки бывают, но пока в общем побаиваемся. Что я сегодня планирую? Я хочу первый раз поехать одна за грибами. Нам так и не удалось ездить за опятами, я обожаю опяты. Я вообще не знаю, где они растут, но я хочу попробовать. У нас относительно недалеко находится станция Люберце-2. Вот, я хочу до них дойти и поехать до станции 41-й километр. Там есть минус, там у человека ходят электрички, поэтому получается я туда уеду, следующая электричка обратно будет через 3 часа. Ну, как раз пользу, похоже. Будет обидно, конечно, если там грибов нет, а я там как идиотка буду 3 часа ходить. Ну, что делать? Кто не рискует, тот не пьет шампанского и не ест грибной суп. Вот. А дальше уже посмотрим. Кстати, вчера я прошла 35 тысяч шагов. Я решила дойти пешком до Ашана, Белая дача. У меня ноги до сих пор болят, особенно пальцы, мизинцы. С Джо там что-то увидела. Посмотрим, сколько сегодня получится. Я вообще все хочу пройти 40 тысяч шагов, но это, наверное, очень тяжело. Или с какими-то надо передышками, потому что очень ноги болят. Ну, или обувь какую-то другую. Сегодня такое хорошая погода, тепло. Солнышко пытается пробиться, но как-то так. Товарищ на прогулке. Не дает снять. Сразу ко мне бежит. Вот он. Сейчас пометит все лопухи. Обязательно же ничего нет вокруг. Надо в лопухи залезть. Что-то здесь накрывали, и толку нету никакого. Как было, так осталось. Точно. Будь здоров. Ну что, все, я двинула в сторону леса. Я сейчас так замечательно вышла. Я вообще не привыкла выходить, что дома никого нет. Обычно всегда почти дома мама. Вот. И я к этому привыкла. И когда выхожу, я, во-первых, что раз дергаю дверь, естественно, проверить, закрыла я ее или нет. Я взяла с собой накопитель, чтобы у меня не сел телефон. Вышла, закрыла дверь, там, значит, гавкает Джо. Думаю, твою же мать. Я забыла телефон. Проверила карманы. Зашла, еще нигде нет телефона. А он у меня в заднем кармане штанов лежит. В общем, зря я там искала его, скажем так. Вот. Блин, опять сейчас видео будет трястись. Я не понимаю, как люди ходят, и у них не трясется видео с телефона. Потому что они медленно ходят, а я всегда хожу очень быстро. Вот здесь, когда проходишь, это недалеко от нашего дома. Там, я так понимаю, такой пруд. Он видно там, болото. Сюда школьники часто ходят, я вижу по тропинкам. Я ни разу сюда не ходила, надо будет как-нибудь прийти. Прямо посередине вот такого жилого массива просто вот такая заросшая ерунда. Может, что-нибудь сделают здесь, конечно, потом, со временем. А то так странно смотрится. Только мусор, он валяется. И все. Умеет, конечно, Яндекс строить маршрут. Вообще. Через какую-то тропинку. Короче, я опять иду, хрен пойми где. И хрен пойми куда. Или просто лес. Там вроде кто-то ходит. Может, тут есть грибы. И идти никуда не надо. Сразу вспомнила Царицыно, как я там гуляла. И навигатор меня тоже как-то странно повел. Вот. Но я сейчас видела даже одного человека. Может, до видео трястись, потому что я иду быстро. Блин, развилка. Надо посмотреть. Ну, очень хорошо протоптанные тропинки. Но при этом почти никого нет. Видела одного мужчину, он бегал. И, в общем-то, больше никого и нет пока. Тут с левой стороны, да, с левой, отчистные сооружения. Обратно я поеду на автобусе. Не люблю такие дороги. Особенно, когда их не знаю. Там, в общем, отчистные очень такая большая территория. Это вот я думала, что это какие-то пруды. А там вот эти круглые. У них на территории там все заросшее. Ну, у них большая территория. Фух, опять развилка. Ну, там... А, я так понимаю, вон туда. Там уже более-менее как-то так. Тут даже дорожка. Ничего себе, лестница. Потрясающе. Тут два столба стоят. Вообще, в Люберцах, во-вторых, мне вот эти две лавочки нравятся. Очень много предприятий разных. Я, кстати, как-то, наверное, больше не пойду пешком до Люберец-вторых. Жесть какая. Какой-то мусорный завод. Вообще, тут ужас какой. Здесь идти так страшно. И непонятно. Идешь, тут какие-то гаражи. Тут какой-то завод. Воняет, везде мусор. Ужасный район. Я еще припаздываю на электричку. Ну, точнее, как припаздываю. Она в 26. Время 26 минут. А мне еще надо найти вход на платформу. А так в целом нормально. Я так понимаю, люди оставляют здесь машины и едут на работу в Москву. А потом, вот, выходят и уезжают. А или, кстати, на заводах, потому что там места нет тоже. А, ну вот, в принципе, платформа, я думаю, должна успеть. Следующая электричка просто через 3 часа. Ну что, я приехала в лес. Это 41 километр. Ну, хочу сказать, что, я так понимаю, место очень популярное. Потому что я пока прошла, увидела сыроежки даже перевернутые. Вон там какое-то дерево. Я, честно говоря, пришла больше за опятами. Вот. Ну, я вообще не знаю, растут ли здесь опята. Начнем с этого. Умные люди, конечно, сначала изучают. А что изучать? Я посмотрела, там изучать вообще бесполезно. Кто поделится хорошим грибным местом? Никто. Тут такое плохое освещение в лесу. Вон, я нашла. Вроде это опятки. Сейчас посмотрю, есть ли у них юбочка. Ну что, юбочка есть. Значит, это опята. Хотя бы у меня есть небольшой почин. Нет, меня даже радует не это, а радует то, что я поняла теперь, что здесь есть опята. Будете поискать. Посмотрим, чем найду. Вот такой тут лес. Очень много елочек. Так странно, я нашла. Я надеюсь, что это опята. Я просто опята отличаю только по юбочке. Вот. И я их все нашла. Они вот так вот прям как луговые. Ну, то есть растут не на дереве. Ну, несколько я там нашла на пеньке. Вот. Очень много ложных опят нашла. Вот. А так лес интересный. Еще минус. То, что, во-первых, в елочках темно. Я снимаю прям очень плохое. Самоосвещение. И ходить неудобно, естественно. И я не могу далеко отходить. Хожу всегда около дороги. По-моему, я опять перепутала, с какой стороны дорога. Надо посмотреть по карте. Вот тут такая вот история, что я никак не могу найти пенечек. Комары, я думала, они сейчас на лужу. Какой-нибудь пенечек собрать и пойти уже на станцию. У меня какие-то они одиночные попадаются. Хотя так много пенков. Но будем надеяться, у меня обязательно сейчас попадет. Пенек. Вот. Чуть-чуть нашла. Он не пень, это деревце такое. Ну, вот они. Чуть-чуть хотя бы молоденьких. Гвоздиков пока еще вообще не нашла. Сейчас найду. Здесь в основном вот так они растут. По чуть-чуть. И это опята. Я их смотрела. Вот она, юбочка. Иду я опять вдоль дороги. Вон, слышно, машины. И тут нет совсем грибов. Надо вглубь идти. А вглубь мне уже 40 минут идти на электричку. Но я вот набрала. Это получается на... Мне хватит на суп, наверное, и пожарить. А вот что касаемо закрыть, пока нет. Не набрала. Может, еще. Наберу. Тут еще такой лес. Ноги все переломаешь. Боже, я уже иду домой. Я так устала. У меня ноги отваливаются. Я, мне кажется, уже больше 20 тысяч шагов сделала. Но как минимум, я думаю, 25-30 сегодня у меня будет. Ноги гудят. Еще после вчерашних 35 тысяч. Ну, я опять набрала на суп и на пожарить. Там на станцию, когда я пришла, ядричку ждали. Там у них корзинками. Но они по 2-3 человека, они вглубь ходят. И вот если мне кого-нибудь найти бы, с кем съездить, было бы лучше, конечно. В следующий раз хочу еще съездить туда, в 41-й. То есть я, значит, не ошиблась. Если там было на станции так много грибников, значит, там точно много грибов. Просто, естественно, я хожу там вот с краешку. Там ничего уже нет вообще. А если подальше зайти, я думаю, там должно быть много грибов. Пока нет заморозков, думаю, еще разочек съезжу. Я так устала. Я иду, у меня уже ноги автоматом передвигаются. Ну, тут, кстати, получается, в одну сторону 7 километров и в другую 7 километров. Но я еще по лесу ходила. Поэтому ужас. А еще дела сегодня. Не знаю, как я буду делать. Мне было просто прийти, хочу и сесть. А еще я очень хочу кушать. Потому что я с утра ничего не поела, кофе попила и пошла. А время уже почти 3 часа. Матвей, наверное, даже уже дома. А я вместе с ним ушла. Вроде так немного набрала, а так вот целая мисочка получилась. Я еще не уверена, что это все, конечно, опята. Но я смотрела на юбочку. У них у всех есть внизу юбочка. Даже вот у этих больших, это луговые опята. Вот. У них есть тоже юбочка. Ну, если видео завтра выйдет, значит, были опята. Боже, вы не представляете, как сильно у меня болят ноги. Мы приехали на BigFest в Макдак. Ну, какие-то акции, если честно. У нас, получается, там они перезделали, типа, как интересно. Там есть два варианта. Ну, первый, это ты можешь взять товар один из пяти. Там чикен премьера за 135, гамбургер за 35. Ну, кстати, достаточно выгодно. Кофе, мороженка. Да, мороженка тоже я бы не знаю. И, по идее, забыл. А, крюшки. Вот. А вторая, типа, акция для тебя, она меняется раз в день. Я открыла, и у меня получились два Grand Deluxe за 350 рублей. Мы их не сильно выгодно. Вот. Открывает Сашка, у него тоже самое. А у меня самое худшее. Да, а у Матвей потом открыл. Я сначала думала, что так будет одинаково. Нет, Матвей открыл, у него 6 наггетсов и напиток 150 рублей. Очень сомнительная такая скидка. И потом открыл Вадик, и у него тоже Grand Deluxe две штуки. Короче, как-то грустно. Поэтому мы решили, мы с Матвейом взяли два битвета. Сашка с Вадиком чикен. И Мерой. Вот, и мы устали, мы ем домой. Мы в чижик ездили, там что-то ничего нет в этом чижике. Причем нету как продуктов, так и народа. Мы там одни были. А кетчуп за тихоньки. Джо, что такое? Ты недоволен? Тебе не дают что-то, да? Орешек не дают. Тебе нельзя, орешек. Тебе нельзя, ты понимаешь? Тебя учила, учила. Вот Оля приезжала. У нее Джеки какой воспитанный. А ты? Она ему цыц, и он цыц. А тебе, говоришь, цыц, ты что? Да. Что это такое? Непослушный мальчик. Так, это не про тебя там, не надо. Ты понимаешь, тебе нельзя орехи, они соленые. И что? Я понимаю, что тебе хочется. Мне может тоже вот собачий корм хочется попробовать. Я же у тебя его не беру. Да ты и не отдашь. Ты все съедаешь, и еще пол вылизываешь. Не смей трогать тигра. Что такое там орешек? Так бы и съел, скажи. Все, ложись, пойдем. Давай, бай-бай. Субтитры создавал DimaTorzok